в прямом эфире так я тебе звоню алю и все только что набирал подожди а вот позвать 150 слабый синджет ну вообще-то я блять был нахуй топ-10 по азии вася на пока мне не скинули рейтинг рейтинг то героев обнулился влс в ds чё ты насчет чего-то напишешь 61 процент на 250 игр слабый дядя на это при том что я на джаксе играл когда начинал только заново здорово серёга привет так как там нормально слышно сейчас чтоб темно максималку было слышно ну-ка еще очень скажи да все нормально короче короче смотри ммр немножко не так скидывается эти поскинул эти поскинула его просто до нуля вот а суть не в этом ты сейчас опять же до тебя как бы система воспринимает тип ты новый игрок у тебя не подкручена ммр далеко не поднял то есть он там просто тебя на уровне алмаза ну как бы ровненько а скорее всего ниже причем то есть у тебя такой начальный он поднимается смотри как то есть его максимально поднять когда-то постоянно играешь против там но условно говоря команд который во-первых сильнее тебя а во-вторых ты при этом делаешь какой-то огромный винстрик в 20 игр подряд и так далее на 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 большом уровне вот если типа на алмазе сделал там не знаю винстрик игр 20-то тип он поднялся но скорее всего он типа скрытый потому что его разработчики подкручивают всяким там ну про игрокам там знаешь создавать какая-то новая про команда которой я я думаю по любому учета накидывают кому-то отдельно вот чтобы не было такого просто они напрямую типа пишут что ну чтобы сильные ракете по не сидели по полгода на своих изумных алмазов а на турнирах играли типа с такими своими красивыми я смотрел и смотрел вот и как как бы поднимается тип тип смотреть тебе там нужно чтобы ммр поднимался нужно ловить в винстрике чем выше винстрик тем выше он поднимается то есть вот вот как бы файл в прогрессии по-хорошему надо как бы тебе было не полностью скидывать аккаунт вот аппу просто просто словить винстрик 15 просто да как это сделать как делали там проехали 50 игр а потом смотри как бы как происходит давай давай по другому сделаем смотри я тебе задаю вопрос конкретно да и чтобы ты уже отвечал чтобы каши-малаши не было получается как поднять ммр который упавший то есть у тебя снимают 15 дают 10 поинтов да вот теперь давай как это сделать как поднять ммр смотри я ранг к ммр относится ну то есть там всем всем типа вот ранг это для красоты ну да он к ммр отношения не очень имеет то есть тебя постоянно выравниваю ммр твой постоянно выравнивает ранг то есть ммр ниже ранга тебе и тебе соответственно постоянно ранг списывают чтобы ранг был такой же как ммр если ммр выше ранга те постоянно натягивают вот и все есть как бы куча игроков все их знают которым он натягивается многие претенденты вот как бы вот у них почему я видел да у меня в друзьях были челики которые играют блять ну как просто и баклак и в итоге я захожу просто сижу на алмазе третьем ну вот когда сидел еще тогда до скидывания от челик уже там на греями на претенденте а при том я знаю его уровень игры там уровень игры мы плате на 1 уровень игры там мало соотносится как к ммр вот он ммр же это как тебя фактически части части ммр это как тебе оценивать система часть это твои винстрите то есть по идее если ты например сделаешь 20 побед ну там разбавивших пару поражений один будет ммр а если ты делаешь 20 побед подряд это будет другой ммр принципиально так еще получается вот выход ты вот говорил проиграть 50 игр а потом типа из-за этого должны винстрик и нет это я тебе говорил как это делали в этом в воле пока по старой системе дав пока то есть они просто сливали 50 игр подряд их ммр отправлялся просто там в дно им начинала кидать полных нубов дальше с нубов они просто делали какой-то невероятный винстрик их ммр улетал вверх вот я так понял вот но вот видосы твои смотрел ты объяснял что получается до алмаза тоже действует этот типа скрытый пул только только он типа виде блять бомжей на рандомах правильно тогда в том числе как бы тип тебя система в любом случае выравнивает то есть она тебя либо вверх либо вниз тащит причем как бы она очень часто на урангах она тебя тащит именно как бы вверх потому что видит те оценивать там проблема в чем проблема в том что ты не знаешь точно из чего складывается ммр то есть он может складываться из каких-нибудь скрытых показателей зазряда как ты часто кликаешь по экрану это должен может быть тебя оценивать или сколько ты вартов там ставишь или куда ты ставишь или какие-то действия производишь на вплоть до этого и так далее я сильно жестко да 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 вот а как бы и а дальше у тебя идет на это много 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 показателей и люди которые лучше под это попадают по тем или иным причинам у них типа ммр больше но они при этом могут очень часто проигрывать вот и получается так что ты например делаешь действия какие-то нестандартные это приводит к победе но так как действия нестандартные они не учитываются в ммр так как они не учитываются в ммр твой ранг за счет того что ты более эффективно побеждаешь становится выше ммр ммр я начинает выравнивать вниз моды все я соответственно а может быть какой-нибудь просто раздолбай который например я тупо вписывается идеально систему ммр вот он вот прям делаю то что от него требует система и он сам дебил влияние на игру никакого у него там вина рейта не знаю 45 процентов или там 48 процентов а система его просто тупо за уши тащит в претендента потому что он невероятность ну а может быть еще такой момент что с большой вероятностью то есть у тебя что-то скрыто потому что в большинстве играх ммр открыт он нет такого разделения о скрыто это для чего с какой с какой целью это скрывают цель скорее всего одна чтобы эти можно было манипулировать вот потому что в том же оле про игроки они обязаны иметь определенный ранг вот там например а у вас 2 и быть все время и алмаз 2 там не как у нас алмаз 2 там просто игрок дольше в три раза и так далее то есть этот ранг более высокий вот и это должен типа иметь алмаз 2 но даже типа топовый игрок с таким охрененным подбором с ммр а про игрок на контракте он запросто может куда-нибудь не знаю улететь из какой-нибудь устрика случайного которых нет который случайно получается когда это разработчики поэтому их с большой вероятностью специально подкручиваю то есть видит короче какой-нибудь условный фейкер как бы он короче он крутой игрок все это знают все никто спорить не будет поэтому все согласны что ему подкинем там не знаю словно две тысячи ммр и вот ну правда так чтобы он по каким-то причинам не упал в какой-нибудь изумруд 4 а вот у меня все течет говорит ну ну вот 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 и все собственно вот на этом стоит система вот у меня вопрос получается такого я вот сейчас подумал да вот есть челик до которому допустим там у него который скрытый пул там супер низкий блять его система считает что он типа и и этот и и баклак да ему короче кидают и баклаков на рандомах а получается а есть же вот и ему закидывает и баклаков а кто тогда вот эти и баклаки которые закинула это баты какие-то нахуй специальные летят агенты riot games могут быть ибо могут быть ибо ты если ран очень низкий то там и баты могут быть потом так там суть же не в этом тебя просто как бы у тебя есть цифра и все то есть который который те скрывают и у всех игроков она есть и просто в очереди ближайших таких игроков подкидывают и все у тебя вот собери 10 игроков то есть они же уровень игры у них разный система знает кто из них как играет . как часто афк и вот кто знает кто там ругается постоянно и вот есть у тебя один неадекват который ругается но там будет сам собой разговаривать часть а если двух таких адекват поставить на них передерутся вместо игры и вот вот и все это как бы если система хочет тебя слить она она не делает там стопроцентно тебе одну игру чтобы ты ее слил она просто начинает тебе подкидывать тиммейт в которые просто банально уж но ну даже потому же ммр то есть он в целом как бы проблема как бы ммр а в том что он в целом может сказать что был больше чем в 50 процентов что такой-то игрок сильнее такого-то игрока но как бы на каждого бывают игроки которые как бы под это не попадают их тоже достаточно много ну да а треть но в двух третях она работает и вот ей надо системе например вот этих игроков с более высоким ммр подтянуть вверх она их кидает просто в одну команду и у вас получается что команда вроде по винрейту и по рангу одинаковая но вот там собраны игроки не токсичные командные на своих позициях вот собственно с боли вы чуть большим ммр получается что они как бы все типа выиграли еще такой момент вот воли в пк заметили что одна команда ей дается все по позициям то есть вот тонна люди играет на мэйне ты играешь на миду тебе мид ты играешь надо как тебе дк ты играешь а другой команде которые нужно слить ее полностью дается автофил до автофил все это команда соответственно которая на автофиле почему-то начинает сливать все позиции почему она сливает на все позиции потому что все игроки на своих позициях ну вот я сейчас кстати понял дату что у них получается вариативность чтобы слить кому-то катку вообще просто ну и больше типа закинуть двух токсиков которые будут сраться можно закинуть фидера который сдохнет и не рассмотреть команды команду не закидывают просто так то есть такую же собирают команду которой нужно слить ранг вот им их собрали с лилием ранг до куда-то поэтому в принципе вариант какой-либо например у тебя там перестали давать очки команда то есть либо ты просто начинаешь как бы тащить еще сильнее почему потому что фишка еще такая а когда тебе дают команду по ммр слабее а другая команда по ммр типа сильнее и ты и выигрываешь у тебя система пытается слить а ты все равно выигрываешь катку потом еще одну катку и вот в этот момент ммр у тебя взлетает то есть вот те моменты когда ты там должен как бы проиграть но ты выигрываешь нам ммр прибавляется больше всего и по то есть как бы это на случай опять же того что система типа пытается слить игроков которые это фактически защита от смурфов высок высокого уровня то есть как бы вот и например фактически ты скинул аккаунт фактически ты смурф ты шел железо поднялся до алмаза тебя в принципе система я больше чем уверен на определенных этапах вела она тебя ведь она как работает она видит и сильнее этого ранга она тебя быстро задает нара на ранг повыше об дальше проверяет тебя ты соответствуешь этому рангу или нет немножко тебя сливает а дальше и смотрит опять как ты играешь видит что ты выше поднимает себя вы кстати ты видел нет калибровка у меня было шесть игр почему-то не знаю почему ну первые игры калибровка аккаунт типа я играл не 10 а шесть мне дали почему-то все но и девчонки я сейчас вот но в новое дело у меня то что калибровка была не знаю игр 5 почему-то а потом сколько ты вы сразу я не знаю я вот игр 56 выиграл меня закинула собственно в серебро у меня коль квалификации в серебром ничего все все то есть это получается короче я значит чтобы вот в тех условиях которые были 15 дают снимают ой дают 10 снимают 15 надо иметь винрейт выше 75 процентов а челику которому дают да дают 15 снимают 10 ему можно иметь винрейт получается 30 подожди 25 процентов ну да у меня так такой да у меня такой же у меня такой же такой же был в прошлом сезоне мне давала на алмазе втором плюс 11 очков а списывать 15 очков я думал что это типа у всех а потом смотрю по стримам тут некоторые стримеры такие минус 11 плюс 14 а ну понятно как-то претендента поешь чё там мне у меня было 10 500 игр что это играть пойдем вот не я я я пошел не давайте сейчас не буду что еще я сейчас сказать чем у тебя сейчас смотри вот у тебя сейчас тебя проверим если я возьму 3 у меня будет такая хуйня если у меня останется ложь же 10 10 то я получается как интерьер тебе тебе дают 10 очков это вообще сама по себе очень плохо обычно когда влетаешь на вас 4 тебе даю а мне вот кстати сейчас дали 14 почему-то вот прошлую позапрошлую дали 10 а в эту 14 а если 14 дали это хорошо и первые разы две игры давали большую ну вот смаз мы смотри как бы а потому что там потом он он должен начать выравнивать дает плюс 10 это типа ммр не соответствует алмазу и там там дальше соответственно будет доходить до при на уровне он будет списывать все больше 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 понятно вот но где-то если сейчас тебе дают 14 я думаю где-то алмаз алмаз 3 2 должно уравновесить хорошо спасибо тебе за интервью инк ну инка все знают что мне что говорить не надо то инка же все знаю да ссылку надо на youtube кидать и зачем да смысле я на стрим ссылки там другой твой отрывок предыдущий был прямо очень вообще офигенный вот польза с ними какой отрывок с кдв вообще шикарно спасибо я два ребят ребята 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 прям молодцы вообще так ты точно запустил стрим сейчас мы тебе такое расскажем нет и точно микро выписал не не выключил так ну та черна вообще не плохая синди там и хуйня ладно чё блять еще сыграть бы конечно был заебись ну ладно хотя бы на этом спасибо тебе большое за интервью давай пока пока